Мы с вами, дорогие зрители, у храма знамени Переславской Слободе. Храм Божьей Матери Знамени Переславской Слободе один из немногих, которые никогда не закрывались. Он пережил все. И войну в 1812 году с французами, и революцию, и в годы Великой Отечественной войны выстоял, и в эпоху государственного атеизма. Он никогда не исчезал, не закрывался. И, как я уже сказала, ведет свою историю со времен Ивана Грозного, когда блаженная памятью при государе и великом князе Иване Васильевиче Сеяруси поставлена им в Переславская Ямская Слобода на Проклонной горе. А ямщиков было 50 человек. А для ямщиков этот храм был построен. Колокольня храма знамени Престой Богородицы. Вот очень красивое крыльцо, чугунное. В этом году очень много снега. Крестильное здание. Крестильное. А вот в том небольшом часу у меня хранится крест. Вот тот самый крест с Крестовского моста, в котором встречали мощи Филиппа Митрополита. Сейчас мы идем вовнутрь храма. Чудотворная икона святителя, святого мученика Трифона с мощами, которая была перенесена из закрытого храма Трифона на Прудном в 1931 году. Место поклонения множества православных паломников. Это прекрасный иконостас храма знамени Престой Богородицы. Пятиярусный, прекрасный, золоченый, деревянный иконостас. Один из пределов храма носит название Николая Чудотворца. Посвящен этому великому святому 4 века Николаю Мерликийскому. Выполнен изумительный иконостас. Расписаны фрески, которые изображают жизнь святого. Сзади знаменитая такая фреска, которая рассказывает о том, как Николай Чудотворец восстановил казнь невинного, осужденного человека и подарил ему жизнь. В храме очень много святынь. Один из прекраснейших храмов города Москвы. Здесь раньше была крестильная. Сейчас выстроено здание крестильное. Раньше крестили вот здесь. Я здесь крестилась в 1984 году. И крестил у меня священник Владимир Рикин. Редактор субтитров 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 Крест тоже был спасен из закрытого монастыря Страстного, ныне это Пушкинская площадь. Когда монастырь закрывался, уничтожался, вот этот крест как святыню принесли и спасли в наш храм знаменский, и там вдали вид Иерусалима. Южный предел храма освящен в честь усикновения главы Иоанна Предтечи. Росписи на стенах и на сводах отражают события, которые связаны с именем этого святого. А вот там мы видим Иверскую икону Божьей Матери. Она в Ресном Киоте у правого Галироса. Этот образ всегда пользовался у православных в Москве большой любовью. Он был принесен из храма. Икона Божьей Матери приписывается кисти Воснецова Виктора Михайловича. С XVI века принято изображать мученька Трифона верхом на коне, с птицей в руках. Он наряду с Георгием Победоносцем являлся защитником города Москвы. Вот такое еще изображение мы сегодня приобрели на фарфоре в виде тарелочки. Иногда в виде поясного изображения, в виде такого юноши с птицей в руках. Святой мученик Трифон. Моли Бога за нас.